Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии я, Алсу Сангатулина. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотри сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok О этом в сюжете Лилии Баталовой. 21 января в здании Института психологии и образования Казанского федерального университета прошел научно-практический семинар на тему «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с расстройством аутистического спектра. Цифровые инструменты в работе дефектолога». Доктор педагогических наук, профессор, а также член-корреспондент Российской Академии Образования Ольга Кукушкина провела презентацию о программе цифровых технологий, которая преобразует процесс обучения для студентов или практикующих дефектологов на курсах повышения квалификации. Это виртуальная практика, интерактивная модель практического решения профессиональных задач на специально подобранном множестве детских случаев. Нам нужно научиться использовать цифровые инструменты для преобразования процесса обучения, для того, чтобы он качественно изменился, для того, чтобы достичь принципиально более высоких эффектов. Поскольку были разработаны типологии таких инструментов для обучения дефектологов, мы о них и говорили, о виртуальных библиотеках, обучающих детских случаях, о виртуальных профессиональных практиках, о моделях практической работы с ребенком, о интерактивных моделях нормального речевого и обычного развития человека, о том, без чего дефектолог не может получить свою профессию. В семинаре принимали участие преподаватели кафедры психологии и педагогики специального образования. Они получили ответы на все вопросы, касающиеся работы дефектолога, и сделали такие же упражнения, которые придумали специально для студентов. Визит к нам одного из самых известных и выдающихся дефектологов России, академика Российской академии образования Кукушкиной Ольги Леничной. Это огромное событие. Мы надеемся, что в рамках ее визита и сотрудничества с Российской академией образования мы сможем действительно сделать очень важные разработки и научные открытия. В КФУ прошел семинар-практикум, посвященный СМИ и правам человека. В нем приняли участие члены Казанской коллегии по жалобам на прессу, журналисты и студенты. О том, как это было, вы узнаете в сюжете нашего корреспондента. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошел семинар-практикум для членов Казанской коллегии по жалобам на прессу, руководителей СМИ и журналистов, представителей власти, преподавателей и студентов, а также гражданских активистов под названием «СМИ и права человека. Можно ли помочь журналистике стать нестыдной?» Это ежегодно проводимый семинар общественной коллегии по жалобам на прессу. Цикл семинаров, они носят разные названия, но они именно посвящены проблеме саморегулирования средств массовой информации и тому, как аудитории участвовать, потребителям информации участвовать в том, чтобы СМИ и журналистика, которая в них, помогала людям и была не фейковой, старалась отражать их интересы и так далее. Семинар продолжался два дня, мероприятие носило образовательный характер. Студенты не просто наблюдали за дискуссией, но и комментировали происходящее. Ведущий у нас Юрий Венедиктович Казаков, он сопредседатель общественной коллегии по жалобам на прессу. Дело в том, что Татарстан, он включен в три региона, в которых вот эти семинары проводятся, наряду с сибирским регионом и с уральским регионом. А Юрий Венедиктович, он казанец вообще-то, и он закончил Казанский университет, и поэтому он с радостью приезжает и ведет эти семинары. Кроме того, студенты смогли наблюдать за работой казанской коллегии по жалобам на прессу прямо в процессе практикума. В первый день его прошло заседание с рассмотрением реальной жалобы на сюжет телеканала «Татарстан-24» о трагедии в деревне Ульянова Кайбетского района Татарстана. В материале были продемонстрированы фотографии погибшего с разных ракурсов, а подачи информации с точки зрения морально-этических норм высказались присутствующие. Второй день семинара был посвящен новому в медиасреде и медиасфере. Его участники на реальных примерах обсудили защитную функцию органов саморегулирования и возможность существования у них неприемлемых жалоб. Камиль Гемаздинов, Фарид Захитоглы, Универньюз. В Музее истории Казанского университета прошел концерт от классицизма до импрессионализма. Он был посвящен юбилеям композиторов Людвига ван Бетховена, Николая Мэттнера и Мариса Равеля. О нем смотрите наш следующий сюжет. 21 января в Музее истории КФУ состоялся концерт инструментальной музыки, посвященный 250-летию Людвига ван Бетховена, 140-летию Николая Мэттнера и 145-летию Мариса Равеля. Студенты Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова исполнили в Казанском федеральном университете произведения великих композиторов. Начинающие пианисты исполняли их на фортепиано компании «Сейлер» 1930 года. Подарен к 215-летию Казанского университета ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Своё мастерство продемонстрировало трио Агаты Бакулиной, Александры Котковой и Анастасию Удовиченко, а также пианист Егор Павловский. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Аномально тёплая зима порождает всё больше вопросов. На Казанке потрескался лёд, а это крайне нетипичное явление для середины зимы в России. Такая погода может оказать негативное влияние на водные объекты. Подробности в сюжете. 2020 год точно запомнится россиянам нетипичной тёплой зимней погодой. Но если вспомнить зиму предыдущих лет, то рекордно высокая температура для января была отмечена в 2007 году. Тогда, 11 января, столбик термометра поднялся до 8,6 градуса тепла. И вот спустя 13 лет мы видим похожую картину. Только вот в 2007 не было тех последствий, что сейчас. Ведь декабрь не был холодным. В связи с погодой, которая установилась в Татарстане, на льду водоёмов появились трещины, промойны и участки открытой воды. А на Казанке вовсе лёд начал таять. Подобные погодные условия могут оказать неоднозначное воздействие на реки и водоёмы. Это период, который должен быть биологической зимой для водного объекта, когда все гидробионты находятся в состоянии, так скажем, неактивной жизни. Многие находятся в условиях покоящихся стадиях. И, конечно, если длительный период идёт тёплая погода, то начинается пробуждение, скажем так, спящих покоящихся стадий развития. Это латентных яиц, эфипиумов, так они называются. И вот в этом случае, конечно, это неблагоприятно. Гидробионты – это водные организмы рек, озёр, водоёмов и болот. Гидробионтами являются, например, планктонные организмы, рыбы, губки, иглокожие, большая часть ракообразных и моллюсков, а также стрекозы, комары и некоторые земноводные. Проблема в том, что из-за аномальной зимы водные организмы начнут развиваться более активно, так как они могут принять зиму за биологическую весну. Как только у нас начинается настоящая весна, хорошее прогревание, температура воды становится выше, скажем так, 4-6-8 градусов, желательно 10 градусов тёплой. Когда это становится тёплым, начинается пробуждение гидробионтов. Поэтому пока нам это не грозит, пока ещё температура достаточно низкая. Поэтому я и говорю, что если это продолжится, я всё-таки очень надеюсь на то, что в ближайшее время всё-таки придёт похолодание. Как и у любого явления, у тёплой зимы имеются не только негативные, но и положительные моменты. Во многих случаях в зимний период водные объекты страдают из-за отсутствия кислорода, потому сейчас пока есть условия. Реки, озёра и другие водные объекты получают дополнительный кислород. Но какие последствия нас могут ожидать, если холодная зима не наступит? Если зима не наступит, это значит, что мы не получим весеннего паводка, то есть мы не получим достаточного количества воды весной. То есть если зима будет вот такая малоснежная, тёплая, то у нас не будет пополнения водой наших, в общем-то, больших рек. То есть в этом случае мы можем получить снижение уровня воды на водохранилище, то есть теоретически это возможно. Каким будет февраль, пока не ясно. Одни эксперты предполагают, что февраль будет таким же тёплым, как и январь, а другие говорят о цикличности природы и возможности похолодания даже после таких аномалий. Полина Романова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом у меня всё. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова